Вдохновение, если кто не пробовал, по вкусу на компот похоже, только цветы синего, а пахнет ландышем, уверена Анна Селивончик. Такая она, непосредственная, яркая и позитивная, как ее картины. Одна из самых заметных фигур среди молодых белорусских художников. Хоть до презентации сборника и осталось уже несколько часов, распечатанную книгу Анна видит впервые. Печать хорошая, по крайней мере. Книга началась с картин художницы. Вдохновленная ими писательница Алена Масла составила коллекцию народных песен, колыбельных и пословиц. Так и появился сборник. Под готовые картины подбирались тексты. Другое дело, что сами эти картины когда-то были нарисованы мной по мотивам именно белорусского фольклора. Эти картины особенны тем, что их нельзя не узнать, увидев во второй раз. А также и тем, что каждый из них имеет свой сюжет. Чтобы уснуть, традиционно там овечек считают, баранов. Ну и вот здесь такая вот бессонница называется. Здесь кусочек тоже фрагмент работы. Как-то она, не знаю, даже целиком здесь представлена или нет. Но называется «Маша и медведь». У меня дочка Маши. У меня очень много Маши и медведей. Поэтому встречаются в работах. Не мудрено. В светлой комнате с неисчезающим запахом красок и складом картин каждый день по 5-6 часов работает. Точнее, не работает, а выплескивает свой внутренний мир на холст Анна. Среди всевозможных тем и картины, проникнутые белорусским колоритом. Не могу сказать, что это основная вообще тема моего творчества, но, в принципе, так или иначе, поскольку я здесь выросла и воспитана на этих сказках, песнях и так далее, мне эта тема интересна. И мне интересно именно в своих работах не просто иллюстрировать ее, а пытаться вот именно показать ее современными средствами, более, может быть, понятной современному человеку. Немножко причудливые, позитивные и такие близкие образы на картинах Анны Селивончик рассматривали Юлия Борилла и Андрей Кульгавы. Утро. Студия хорошего настроения.